Участниками стали спортсмены по ралли и картингу из Краснодара, Анапы и Сочи. Самому младшему гонщику всего 12 лет. На пробных заездах были и первые зрители. Автодром Сочи посетили зампредседателя правительства России Дмитрий Казак и губернатор Кубани Александр Ткачев. Как право? Нравится? Знаете, что она лучшая в мире? Мы наблюдаем, как вы красиво виражи делаете. Спасибо. Будем надеяться, что это будет ваша родная трасса и поможет вам занять достойное место в автоспорте. Навыки гоночного вождения юные спортсмены будут отрабатывать на родстерах, автомобилях с усиленным каркасом безопасности и анатомическими креслами. Эти машины были специально подготовлены для различных соревнований на трассе и уже участвовали в профессиональных заездах в начале этого месяца. Создание детской академии водительского мастерства на базе автотрека мирового уровня это большой шаг в развитии автоспорта на Кубани и по всей России. Надо выходить за пределы Краснодарского края. Это такой всероссийский проект, поэтому с этой Российской Автомобильной Федерацией необходимо сюда привлекать детей. Такой сегодня центр лучшей трассы в мире этого года. В дальнейшем будут и взрослые, будут спортсмены тренироваться. Это центр развития такого автомобильного спорта в нашей стране. Если здесь атодром, если мы построили уникальные инфраструктурные все объекты, конечно, и олимпийское наследие, нам нужны теперь свои пилоты, настоящие гонщики, спортсмены. И поэтому только создание таких школ здесь, в Сочи, в других регионах, придет к тому, что у нас появятся новые Квяты, новые Петровы. И уверен, что я будущее чемпионы. Поэтому вот эта задача максимума, которая стоит сегодня перед нами. Прославился на весь мир Сочи не только гоночной трассы высококлассного уровня. Знаменитым город проснулся еще зимой, когда внимание миллионов людей было приковано к олимпийским объектам. Два масштабных проекта за один год, в реализацию которых мало кто верил. И свой очередной день рождения город Сочи отметил в новом виде. В Дневнем дворце собрался актив города. Сочи достиг европейского уровня развития, говорит губернатор. Добиться такого результата было бы невозможно без поддержки президента и правительства России. Большой вклад в развитие города внес Дмитрий Казак. Олимпийский куратор, глава комитета по проведению российского этапа формулы. Получил еще одно звание. Почетный гражданин города Сочи. Это почетное звание мне особенно получить приятно. От вас. Я думаю, что это не столько оценка моего личного вклада в этот проект, сколько оценка результата. Я абсолютно согласен с Александром Николаевичем, что само по себе это не сохранится, если будет той же консолидации всех горожан на сохранение и приумножение этого богатства. Я призываю всех и обязуюсь теперь уже как гражданин города Сочи оказывать такую же деятельную поддержку городу, чтобы сохранить и приумножить все это. Идмитрий Николаевич, вы знаете, мы очень ценим, мы несказанно благодарны вам за эти будни, за эти рабочие дни, непростые. И наша задача не подвести, наша задача сделать так, чтобы наш город и дальше так же звенел, гремел, так же звучал на всех помостках, и мы действительно своими силами развивали. Чтобы курорт, который мы создали все вместе, мирового уровня, Сочи, все наши поселения, отдаленные, в горах и не только, преображались за будущее 2-3 года. Задача такая стоит перед мэром, перед всем активом, депутатским корпусом, чтобы большой Сочи весь был красивым, ухоженным, благоустроенным. Ольга Десятого, телекомпания, ФКТ.